Движение тела в поле сил тяжести Движение тела в однородном поле сил Заготовлен проект, удобно рассмотреть его так, чтобы на кличетой бумаге все это происходило Земля, есть мячик Ставим землю Ставим линию прицела Ставим в начало прямолинейный ядро пушечное Через 2 секунды ядро пройдет расстояние Равное длине этого отрезка Но понятно, что при отсутствии всех внешних сил Движение получается прямолинейное и равномерное На самом деле так, конечно, не происходит Ядро будет двигаться не по прямолинейным, а по криволинейной траектории За счет того, что у нас движение будет происходить в поле сил тяжести Движение будет происходить равноускоренное под действием постоянного ускорения свободного падения Поэтому мы введем в квадратик дополнительное тело, которое будет падать на землю с ускорением свободного падения Объединим линию прицела, ядро в один клип сгруппируем их Сгруппируем тело, которое будет падать на вниз И наше ядро сдвинется вниз на расстояние равное высоте И введем изинг По квадратичному закону Уберем выделение Уберем клеточки Вернемся в исходную позицию И запустим Теперь у нас Ожидаем, что у нас тело будет двигаться не по прямой То есть в системе отсчета, связанной с этой прямой Она движется вдоль прямой Видно, что она все время как будто надета на эту спицу Но и одновременно она падает вниз Если мы нарисуем несколько таких Группируем И начинаем такую операцию Через каждые одну десятую секунды Вставим то, что мы уже делали однажды Первый шарик достиг уже верхней точки своей траектории И теперь у нас будет угадываться траектория Если мы продлим время нашего клипа То мы увидим, как все шарики собираются в одной точке на земле Продолжение следует...